Итак, мы продолжаем изучать пертеву для порталовая икра. Это уроки именно для порталовая икра и возвал. И как бы идея такая, что тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба помогают учить и обучать. Поэтому тот, кто видит урок, должен его обязательно передать кому-то другому. Таким образом, конечно, мы больше выполним желания Всевышнего, которые дал нам Тору. Значит, сегодня у нас Мишна, седьмая Мишна, Нитай Арбели. И написано так, что Юшоа бен Прахья, Вени Тай Арбели получили от предыдущих поколений. Значит, они в одном поколении были, и уже в еврейском народе обязательно было два руководителя. Один был Наси, это был Юшоа бен Прахья, а второй был Нитай Арбели, он был глава Равинского суда. И Юшоа бен Прахья сказал, что нужно сделать себе Рава и приобрести себе друга, и судить каждого с хорошей стороны. А Нитай Арбели говорит нам следующее. Он говорит, Архек Мишахен Ра, отдались от плохого соседа. В Альтит Хабер Ли Раша, и не присоединяйся к злодею. И Альтит Яеш Мина Пуранут, и не отчаивайся от расплаты. Значит, сейчас мы поймем. Но первое, что видно сразу противоречие между ними, да? Потому что Юшоа бен Прахья, он говорит очень позитивные вещи. Суди каждого с хорошей стороны. А этот говорит, отдались от плохого соседа. Откуда ты знаешь, что он плохой? То есть это как бы у того, суди каждого с хорошей стороны. А может он не плохой, может он завтра исправится, правильно? А Нитай Арбели говорит, нет, отдались от плохого соседа. То есть ты не должен ждать, что он завтра исправится, надеяться судить с хорошей стороны и так далее. Если у тебя есть сейчас данные, что он плохой, это, как есть всегда, хесед и гвура. Есть два качества такие в иудаизме. Авраам и Вину это был хесед. Типа, все будет хорошо, вообще не смотрим на последствия, делаем, Бог поможет. Гвура, это как? Он говорит, а вдруг не поможет? А вдруг я сейчас согрешу? А вдруг у Бога другой план? А вдруг я лучше буду сидеть? И тогда точно не будет ошибки. Это гвура. То есть, как бы бояться за последствия своих поступков. И яаков это качество какого? Эмет. Эмет значит истина. Он говорит, секундочку, давайте-ка просто рационально посчитаем. Ну, там какие-то статистики и так далее. Ну, есть законы. Тора, она нам дала огромный инструментарий для того, чтобы понять, что делать в каждой ситуации. Просто если знать Тору, тогда не нужен хесед, не нужен гвура, а нужно просто знать, как оно, что говорит нам Тора, делать, а когда ты делаешь по Торе, тогда что? Тогда Бог тебе помогает, и будет все хорошо. Так, здесь мы видим вот два разных этих подхода. И Нитар Балион говорит, архекми шахенра. То есть, если он шахенра, ты должен прямо от него убежать. В альтит хаберли раша, и не присоединяйся к злодею. То есть, от злодея, оказывается, не надо убегать. А ему просто не надо к нему присоединяться. В альтит хаберли раша, и не присоединяйся к злодею. Что имеется в виду? Тут два понимания этого слова. Не отчаиваешься от расплаты. Что первое, ты не должен отчаиваться от расплаты, что на него придет расплата. Точно. На злодея придет расплата. На плохого соседа придет расплата. То есть, почему люди хотели бы присоединиться к злодею? Злодей говорит, слушай, давай сейчас денег заработаем. Даже комментаторы говорят, если злодей говорит, давай построим синагогу, или что-то сделаем хорошее, все равно к нему нельзя присоединяться. Потому что написано, не отчаивайся от расплаты. На него придет расплата. Если он злодей, даже он делает хорошее дело, но на него все равно придет расплата. Это не дай арбели сказал. А второе, как можно понять, не отчаивайся от расплаты. Что, типа, если ты не будешь присоединяться, если ты отдавишься, тогда тебе не придется отчаиваться от расплаты. Лично тебе. То есть, первое понимание, что не отчаивайся от расплаты. На них обязательно придет расплата. Но если ты выполнишь, не отчаивайся от расплаты, то на тебя расплата не придет. Тебе не придется самого отчаиваться от этой расплаты. Вальти, тебя ешь, ми напуранут. Бывает, что люди смотрят на других людей И думают, вот они злодеи такие, а им прет, им везет. Я помню, у нас здесь были уроки Торы, и как раз мы, ну там один парень из Харькова. И он говорит, а вот посмотрите, вот там еврей, мэр города, там Кернис, да. Он же особо такой, ну не видно по нему, что он особый праведник такой, да. А ему прет вообще, он просто реально царь города, у него вообще все в руках, все в это буквально. И он сказал это, когда на уроке он это сказал, на следующий день на него было покушение. Его, значит, он, прямо на следующий день было на него покушение, и он сейчас в инвалидной коляске. То есть он у него, ну там, его слава Богу спасли, его, ну слава Богу, потому что это Бог решил его спасти. Он в Израиле его вылечили, он в больнице начал одевать филин, там все это самое. Потому что, ну страдания Бог посылает, чтобы вернуть к себе, да, чтобы люди опомнились. И он с тех пор на инвалидной коляске, и вряд ли бы тот, который до этого говорил, ну, Бэтмид Раши, вот почему ему везет, вряд ли он захотел бы с ним поменяться местами. Хотя у него нет ни денег сейчас, он в таком вот, тоже, этот парень, кстати, он, он когда был в Киеве, он соблюдал. Ну, ну, более-менее, да, вот что значит отдались от плохого соседа. Вот этот парень, который, о котором я сейчас рассказываю, который спрашивал, почему ему везет, а он не такой большой праведник. Он, когда был в Киеве, он приходил в синагогу, молился шахарит, одевал филин, на шабаты приходил, все. Потом он уехал в Германию. Уехал он в Германию, потому что в Германии платят деньги, он, ну, еврей, социал, там, и так далее. И вот он живет в Германии, ничего не соблюдает, в синагогу не ходит, в, там, все, вроде бы еда есть, все есть, а духовности нет. Вот, проходит несколько месяцев, вот он мне вчера написал, говорит, уже еды нет, уже из квартиры надо выселяться. У меня, говорит, ну, говорит, у меня огромная проблема, хочу возвращаться в Киев. Я говорю, слушай, ты уже был в Киеве, ты уже был в этом. А у него сын в Израиле, учится в Ешиве, вот как интересно. Сын Хазар Батшува, был очень успешный такой дизайнер, программист, много зарабатывал, но он в Израиле. Увидел по телевизору Раф Замир Коэн. И он услышал Раф Замир Коэна, его зацепило. И он пришел в Ешиву Раф Замир Коэна, в общем, он все оставил, все свои программистские дела, все эти самые, учится в Ешиве и счастлив, да, счастлив, то есть он как бы присоединился к Торе. Теперь я этому его отцу говорю, слушай, смотри, ты был в Киеве уже, был в Германии, был, может, в Израиле, может, вот у тебя сын, смотри, он счастлив, все, давай, вот путь. Он говорит, я подумаю, я подумаю. Но мы видим здесь из вот этого всего, что на человека очень влияет сосед, то есть сосед на человека влияет очень сильно. Есть исследование, что друзей выбирают, 86% людей выбирают друзей по месту жительства. То есть главный фактор выбора друга, это место жительства, представляете? Второй фактор, это совместный бизнес, совместное занятие. И только третий фактор, общие интересы, потому что бывает, что человеку общие интересы, но если ты с ним не рядом находишься, ты не можешь с ним дружить. Ну как ты с ним будешь дружить? Близко, на одной площадке лечничной и так далее. Теперь, поэтому именно, это сейчас исследование, Анитай Рабелин нам сказал, потому что это Тора, он сказал нам Архекми Шахенра. Если он Ра, Шахенра, ты должен от него отдалиться, убегать должен. Объяснял, задавал вопрос вначале, а потом объяснял Берескиров. Он говорит, секундочку, значит, плохой сосед это стадия меньшего зла, чем злодей. То есть злодей это более крутой, да? Почему написано, от плохого соседа ты должен убегать, а к злодею ты просто не должен присоединяться? Ну не написано, что ты должен от него убегать. Потому что, да, он же объясняет, что Шахенра, это когда зло неявное, оно очень прилипчивое, им очень легко присоединиться. Например, у нас сосед в Израиле, композитор вообще такой, просто вот интеллигентный, культурный человек, ну все. Что интересно, он ходит каждую субботу в синагогу на урок Торы, но он при этом говорит, я не верующий, в Бога не верю, это для меня еврейская интересная культура изучает, да? Израильтянин такой, прям ему за 70 лет, и он такой приятный человек, что как бы, ну класс, заходишь в синагогу, у меня рядом там синагога, есть у меня вокруг дома две синагоги, консервативная синагога напротив, они в шаббат вообще там на машинах, на это самое, но это тоже приятнейшие люди. И рядом синагога такая ввязаная типы, которые профессора, все там профессора молятся, тоже такие прямо интеллигентные. И вот дети, они смотрят и думают, ну абсолютно нормально, можно быть консерватором и приятным, хорошим, можно быть нерелигиозным и хорошим человеком, можно быть ввязаная типа, и вообще профессором прекрасные люди, да? То есть, ну да, намного легче прилепиться к неявному злу, чем к явному. То есть, если человек злодей, то понятно, ребенок от него будет убегать, и он к нему, ну, то есть, поэтому написано, к злодею не надо присоединяться даже для хорошего, а от плохого соседа надо убегать, потому что неявное зло, оно намного более прилипчивое, чем зло явное. Но все равно он говорит, зло по-любому будет наказано. Так устроен этот мир, что зло в итоге, оно по-любому наказано. Если ты к нему присоединился, то тогда, тогда что? Все, капец, раскаешься от расплаты. Плохой сосед это тот, это не ярко выраженное зло, то есть, он просто плохой сосед, он и есть опасность, что дети подружатся с его детьми, что ты сам с ним тоже можешь подружиться, там и так далее. То есть, есть очень легкий connection, очень легко с ними соединиться и от него, а с кем проведешься, от того и наберешься. То есть, здесь любой человек, какой бы он ни был сильный, на него влияет внешняя среда очень сильно. Теперь, если соединить эти две мешны, что получается? Нам говорит в начале Ишопа и Праги, что надо делать, как Митсво Тасе. Сделай себе рава, то есть, ты должен поставить себе рава, ты должен найти источник знания, которому ты призиняешься, и ты именно слушаешь от него. То есть, приобрети себе друга, ты должен потом делиться этим знанием, ты должен с ним обсуждать это знание, ты должен это знание, и друг должен у тебя быть реально, который вместе с тобой обсуждает вот эти слова Торы. И что дальше? Третье, он сказал, ва ва данит коли адам ликав суд, судьи каждого с хорошей стороны. Но он-то имел в виду, что ты себя уже окружил хорошим равом, хорошим другом, и тогда, чтобы не потерять этот connection, ты должен трактовать все какие-то вещи, которые сомнительны в их поведении, в хорошую сторону, чтобы не потерять с ними связь. Не Таар Бели, он говорит, нет, давайте посмотрим на вещи по-другому. Первое, что ты должен делать, сур-мира-ва-сетов, то есть, у него другой подход, отдались от зла, потом делай добро. Первое, что ты должен сделать, это изолировать себя от зла, значит, что? Отдались от плохого соседа, то есть, ты должен присоединиться к такому месту, где будут хорошие люди, которые учат Тору. И здесь очень интересно, есть другая мишна, Рабан Йоханан Бен Закай, дальше это будет Тертья, вот, он спросил, у него было пять учеников, и он их спросил, говорит, Какой путь хороший, что по этому пути человек прилепится к Богу? Значит, первый сказал Лейзер Бен Курканос, он сказал Айн Тува, хороший взгляд, то есть, позитивное мышление. Если я во всем вижу все хорошее, я говорю, какой прекрасный мир сделал Бог, какой хороший там айфон, какая подставочка, и я все время помню, что Бог это сделал, хороший взгляд. Я через это присоединяюсь к Богу. Сказал, второй там был, Раби Йосипа, мой Макуэн, он сказал Шахен Тув, хороший сосед. То есть, хороший сосед, если ты окружил себя людьми, которые добрые, хорошие, ну, в мире Торы, да, духовные люди, ты по-любому от них, от них, значит, присоединиться. Там был, Раби Йошуа сказал, что это кто? Это Хаверто, то есть, хороший друг. То есть, вот, путь, как присоединиться к Богу, это добрый взгляд, хороший сосед, хороший друг, да. Потом Раби Шиман Бен Натанель, он сказал, тот, кто видит Ароэй Танулат, тот, кто видит то, что родится. Значит, здесь вот это вот, видит то, что родится, это я вчера услышал, тоже оно так соединилось, классно. Сказал это Раби Шнер Залман Излят, да, первый Хаббатский Рэбэ, да. Он сказал, что чем меньше человек присоединен к этому миру, тем больше у него развивается качество бина, понимание. То есть, когда человек весь зацеплен на этот мир, на материальный, он все время думает о материальных вещах, то все его внимание, оно постоянно куда-то зацеплено. То есть, он все время размышляет, так, где моя коза, там, где мой велосипед, где этот мне отдал деньги, этот мне не отдал деньги, тут на работу. То есть, его полностью все внимание постоянно прилеплено мышление к этому миру. Теперь, ну, если человек от этого отпускается, да, он говорит, да, пошла на это коза, ну, какая разница, есть коза, нет козы, отдаст, не отдаст, все равно, значит, все равно, сколько там той жизни, да. А вот я лучше подумаю, как же Бог управляет миром, почему вообще, зачем мне коза? И он начинает размышлять, философски более, да, то есть, его мышление, он пытается понять процессы, как оно работает, да, его коза не интересует, его интересует, нужна ему коза или не нужна вообще, кто эту козу создал. И он сказал, что чем меньше человек привязан к этому миру, тем больше у него развивается качество бина. Бина – это сообразительность, он понимает, давар – меток, давар, он начинает, у него, ну, как бы, пробуждается вот это вот свойство интеллекта, что он начинает понимать, реально понимать вещи. Это вот такая интересная вещь. Так это то, что сказал Равишимен Беннеттанель, он сказал, тот, кто видит родившийся, то есть, когда человек начинает размышлять, а что будет через шаг, у него начинает, он через это приближается к Богу, потому что, в любом случае, на следующем ходе он подумает, а кто это все создал, и он увидит, когда человек начинает вдумываться, то ему очевидно, просто очевидно, что есть Бог, что жизнь в этом мире, она очень переходящая, и сколько ты не стараешься там заработать, все равно ты сегодня обрадовался, а завтра про это забыл, и ты в той же гон, ну, как белка в колесе, ты все равно крутишься, и крутишься, и крутишься. Значит, все, давайте еще раз подведем итог, значит, есть у нас в этой мишне, Нитар Белли нам сказал, архек мишахенра, то есть отдались от плохого соседа, потому что с тем поведешься, от того и наберешься. Это, ну, как бы, это факт. Второй он сказал, вальте Камерли Раша ни в чем, никогда нельзя присоединяться к злодею. Я помню, когда-то я эту мишну не знал, но я учился в спортинтернате, и у нас там были спортсмены разные, были спортсмены-борцы, там, ну, разные-разные. И как-то я шел вечером, то ли я шел на тренировку, то ли с тренировки, и увидел двух там спортсменов, и с ними один такой бандит местный, ну, такие, местный бандит, вот, прямо были такие люди, которые, видно по ним, что он бандит, и все знали, что он бандит. И они мне говорят, пойдем пиво побьем. А я с ними дружил, а этот бандит, у меня всегда зло вызывало отвращение, явное зло. Вот, знаете, если эти люди в жестоте, он там мог котенку лапу оторвать, ну, такое прямо зло-зло, знаешь. И я говорю, я не пойду с вами, именно из-за него не пошел. Ну, просто я не мог с ним рядом находиться. Они пошли пить пиво, потом они, ну, казалось бы, попить пиво – хорошее дело. То есть я мог бы, но я эту Мишну не знал, но я решил в ней присоединяться к злодею, даже в хорошем деле пить пиво. Они попили пиво, потом какой-то там был парень, который тоже пьяный, там их пригласил к себе домой. Они пошли к нему домой. И этот бандит его убил, того, убил, чтобы ограбить. А эти два спортсмена, они просто сидели и не, ну, как бы не знали, что с этим делать. Тут начали, кто-то из соседей вызвал милицию, они убежали, выпрыгнули в окно. И по факту потом докажут, что они не соучастники преступления. Они соучастники преступления, а тот, кого они убили, был внуком какого-то там, родственником какого-то генерала милиции. То есть их по полной программе, там, такие сроки им дали, что там, ну, вообще. И я, то есть я, слава богу, вспоминаю, ну, как бы этот случай, что не присоединяются к злодею даже в хорошем деле. То есть нужно от зла просто убегать, потому что оно прилипчивое, очень сильно прилипчивое. Вальти тебе ешь меня поранут, не отчаивайся от расплаты. То есть расплата придет на злодея, это факт. И тебе, если ты будешь выполнять то, что он посоветовал, не придется отчаиваться от расплаты. Поэтому, еще раз, надо сейчас составить список своих соседей, отдалиться от них. Куда отдалиться? Здесь возникают вопросы, потому что как-то спрашивали Равамоша Шапира, ехать в Израиль или не ехать. Он говорит, смотри, если здесь, здесь, как бы вопрос, он в том, где ты будешь ближе к Богу. Где ты будешь ближе к Богу. То есть, если ты будешь ближе к Богу, там ехать. Если ты там не знаешь, что делать, и ты приезжаешь туда, и очень много людей, которые приехав, они перестают соблюдать. Нет общины, он не знает, что делать. То есть, значит, нужно вспомнить предыдущую Мишну. Аселыха Рав. Сделай себе Рава. То есть, нужно ехать. Если у тебя есть Рав, ты едешь к Раву. Приобрети себе друга. Если у тебя есть там друг, который такой религиозный друг, значит, отлично. Из судей каждого, с хорошей стороны, ну, то есть, это просто улучшает настроение. Все, значит, шаббат, шалом, хорошей недели. Значит, поделитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на портал ВАИКРА, и у вас будет все великолепно, с Божьей помощью. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok